Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Голландцев Александр. Я представляю компанию BI-Consult. Сегодня у нас пройдет вебинар, в котором мы рассмотрим тему табло, его подключение к BI-View и как работать с каждой из этих двух систем. Хотелось бы сразу сказать, что если у вас будут возникать какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. После окончания вебинара я на них отвечу. Хотелось бы сказать, что вебинар будет состоять из трех частей. Сначала я вам расскажу о том, что такое BI-View, что он из себя представляет, как с ним работать. Затем я покажу, как он работает с технической точки зрения. То есть мы посмотрим, как он включается к Microsoft SQL, как он туда загружает данные. И после этого я покажу, как подключиться к результатам работы BI-View с помощью табло. Давайте тогда начнем. Наша компания уже более 10 лет реализовывает различные проекты на базе стекотехнологии BI. С того момента, как мы начали, учитывая то, что мы работаем в России, практически каждом нашем проекте используется 1С-система в качестве источника данных. В течение долгого времени забрать данные из 1С представляло собой одну из самых сложных и трудоемких задач. В итоге со временем парализован некий продукт, который сначала получил название 1С-коннектора и работал именно так, а в дальнейшем он превратился уже в полноценный продукт под названием BI-View. Именно о нем мы сегодня и будем говорить. Давайте сначала обсудим, почему с 1С так трудно работать аналитиком. Если кто-то уже пробовал настраивать интеграцию к 1С и брать оттуда данные, то они уже убедились, что все данные зашифрованы и закодированы. Однако это не самая главная проблема. Мы можем расшифровать коды, мы можем разобраться с различным шифрованием. Однако основная загвоздка заключается в том, что логическая структура и эти коды могут меняться. Причем происходит это как во время бэкапа и рестора, так и при исполнении других сервисных операций. Поэтому все, что мы раскодировали и расшифровали вручную, становится бесполезным, и все это нужно делать заново. Следующая сложность заключается в том, что все объекты, такие как таблицы и поля, не хранятся на прямой базе данных. Они находятся на уровне метаслоя 1С, поэтому получить доступ на уровне базы данных невозможно. Наш же продукт, BI-View, работает на уровне метаданных, поэтому таких сложностей не возникает, и все объекты, которые там есть, могут быть в дальнейшем представлены в BI-системе. Также очень часто является сложностью наличия ссылочных и многозначных полей. То есть, когда мы обращаемся к данным, они являются не полями, а ссылками на другие таблицы, поля или значения. И в этом заключается одна из главных сложностей работы с 1С. Поэтому с 1С несложно работать, но в один момент мы реализовали такой продукт, как BI-View, который помогает в работе с таким источником данных. За счет чего это происходит? Прежде всего, BI-View работает за счет COM-соединение. Это именно тот процесс, который рекомендует команда 1С. С помощью COM-соединения он подключается к метаслою 1С, дальше мы работаем с ним напрямую. Продукт позволяет реализовать отдельные view-представления, причем они создаются не в той же самой базе, где расположена база данных 1С, а создается отдельная база данных, то есть, которая находится рядом с ней. И после этого мы можем подключаться напрямую к этим view с помощью различных BI-систем. В данном случае это табло. То есть, давайте посмотрим. Это выглядит следующим образом. BI-View, забрав данные из метаслоя, дальше создает те самые скольные представления. При этом можно разбить все на два этапа. На первом этапе он ошифровывает все поля и таблицы, которые у нас есть в 1С, а на втором имеет различные ссылки, о которых мы только что говорили, и ссылки таблиц между собой. Таким образом, чтобы, когда мы делали доступ к данным, мы могли получать сами данные, а не ссылки на них. Если же работать в прямом режиме, то из одной таблицы, которая содержит много ссылок, на другую таблицу приходится тратить неделю, а то и месяц работы. И за именем этого разработка с помощью BI-View значительно упрощается. И самое интересное, что те View, которые мы получаем на выходе, может использовать любой BI-инструмент, будь то клик, табло или Power BI, и различные другие BI-инструменты. В дальнейшем мы посмотрим, как все это выглядит уже во второй части. В целом, за счет этого достигаются очевидные преимущества, то есть как для бизнеса, так и для IT-сотрудников. Чуть подробнее по ним пройдемся. На сегодняшний день мы реализовали около 200 проектов, большинство из них было с использованием нашего инструмента. При этом его использование значительно упрощает работу по забору данных и их дальнейшей визуализации. И на сегодняшний день во всех проектах мы используем данный инструментарий. Также я бы хотел выделить стабильную работу с аналитикой даже после того, как изменится конфигурация 1С. То есть, если добавятся какие-то поля, либо произойдет преименование, удаление или выход новой серии, либо в состоянии с бэкапа. BI-View, поскольку он работает с метаданными 1С, продолжит работать в том же стабильном режиме, за счет чего не понадобится перенастраивать что-либо в аналитике. После того, как произошла переконфигурация структуры 1С, все сценарии загрузки данных и работы с ними остаются и продолжают функционировать в том же режиме. Единственное, что остается сделать после этого, это заново запустить процесс формирования в Ю, и после этого все данные из 1С будут перенесены в необходимый формат. Других способов забора данных из 1С, которые еще рекомендуются, это излечение данных по протоколу OData. У него есть ряд своих возможностей и преимуществ, но основным недостатком является то, что при подключении к данным с помощью протокола OData мы можем забирать данные со скоростью нескольких десятков срок в секунду, в то время как с использованием BioView скорость значительно возрастает и равняется примерно 50 тысячам строк в секунду. Поэтому с точки зрения IT-структуры здесь сокращается срок реализации проекта, а также снижение нагрузки на 1С благодаря высокой нагрузке передачи данных. Также, как правило, добавляется инкрементальная загрузка, которая работает в определенном расписании. То есть, например, если мы включаем расписание в какое-нибудь воскресенье вечером, которое является нерабочим днем, то BI-View подключается к 1С, забирает все необходимые данные, и затем автоматически наша BI-система перенастраивает все визуализации. Хотелось бы сразу отметить, что BI-View подключается к 1С, как обычный рядовой пользователь. Причем делает это в строго определенное время и, как правило, в самом начале реализации проекта по BI. То есть, мы подключились, переформансировали структуру, при необходимости распарсили, и дальше используем те View, которые были созданы. Сам инструмент мы не дрогаем до тех пор, пока не изменится какая-либо конфигурация 1С. В этом смысле, и здесь ему достается еще один плюсик с точки зрения IT-инфраструктуры. Наша компания давно занимается соединением 1С к BI-системам, поэтому первая версия нашего 1С-коннектора вышла уже 10 лет назад, в 2009 году. Стоит отметить, что этот продукт хорошо себя зарекомендовал и распространился в России среди тех, кто использует 1С в качестве источника данных. Его использование значительно сокращает срок реализации и получения конечного результата. То есть, даже за 2 дня можно разработать базовую модель, которая содержит продажи с различными видами справочников, и настроить адекватную аналитику визуализации. Мы скрупулезно посчитали, что в проектах, где был использован продукт BioView, он помог сэкономить нашим клиентам более 20 лет чистых трудозатрат. Возникает вопрос, как именно BioView помогает сэкономить один месяц работы, а иногда и более. Я бы хотел здесь обратить внимание на несколько основных моментов. Во-первых, как я уже упомянул, есть три способа работы с данным решением. На первом этапе происходит поиск соответствия наименований тех таблиц и полей, которые содержатся в 1С и в той базе, которая под 1С находится, и происходит переименование в типичную терминологию 1С. Следующий момент такой, что продукт BioView не вносит никакие изменения ни в мета-слой 1С, ни в сами данные. Он находится несколько сбоку и, по сути, работает не с самими данными, а с представлениями. То есть те View, которые формируются, содержат виртуальные значения, с которыми мы в дальнейшем можем работать. На следующем режиме происходит замена полей ссылок, с которыми мы работаем. Мы на сегодня это посмотрим. То есть большая часть полей, доступных в этой таблице, является ничем иным, как ссылками, которые ведут в системе 1С к другим таблицам, а те уже ведут к третьим и так далее. Продукт BioView помогает в автоматизированном режиме найти те реальные значения, которые мы хотим получить, и в дальнейшем уже упростить работу именно с ним. Плюс дополнительно производится несколько преобразований, в частности преобразование дат, которое в 1С выглядит не в совсем удобовариваемом формате. А также все другие объекты, регистры, справочники, также представляются в адекватном формате. Важным моментом является то, что продукт BioView запускается и используется в самом начале работы, как я уже об этом говорил. То есть он необходим только для того, чтобы подготовить те самые View, с которыми мы планируем в дальнейшем работать. После этого сам продукт по большей части не используется и становится необходимым уже после того, как произошли какие-то изменения, обновления в конфигурации или структуре 1С. Тогда необходимо будет запустить его заново и подождать некоторое время, когда он все заново обновит, создаст новый View. Тем не менее, с точки зрения различных биосистем никаких изменений не происходит. Сам продукт завоевал уже хорошую популярность на территории Российской Федерации. Здесь чаще всего, естественно, его используют. На сайте выведены основные крупные компании, которые используют данный продукт. Вы можете ознакомиться с положительными отзывами и рекомендациями на сайте. При необходимости можете позвонить также в службу поддержку, где наши коллеги подскажут, либо ответят на интересующие у вас вопросы, либо ознакомят вас с отзывами коллег, которые уже давно пользуются коннектором. Продолжение следует... Сам коннектор BioView является платным, и существует три возможных варианта по лицензированию. Первый – это базовый. Используется, когда мы хотим извлечь данные только из одной базы 1С. Как правило, применяется небольшими компаниями, где действительно одна база, и все необходимые данные содержатся в ней. Стоимость такого решения составляет 62 тысячи рублей. Причем в стоимость входит техническая поддержка, сопровождение и НДС. То есть стоимость складывается из двух составляющих. Первая – это сама лицензия, которая является бессрочной. В дальнейшем ежегодно оплачивается 20% от стоимости лицензии, и это техподдержка. В техподдержку входит консультация по горячей линии. Так что туда входит выход новых релизов, версии обновлений. Мы данный продукт регулярно развиваем. Как правило, несколько раз в год выходит обновленная версия, которая закрывает некоторую функциональность с учетом отзывов компаний, которые ее используют. То есть смотрите, сейчас стоимость 62 тысячи рублей, при этом из них 50 тысяч – это бессрочная лицензия. 10 тысяч – это 20% от 50. Это стоимость техподдержки. И 2 тысячи – это НДС. Стандартная лицензия. Стоимостью составляет 124 тысячи рублей. Сюда входит возможность подключаться и забирать данные из 4 инфобаз. Корпоративная – одна предназначена для тех компаний, где используется достаточно большое количество инфобаз, ну, точнее, больше 4. По сути, здесь неограниченное количество их использования. Также обращаю внимание, что продукт лицензируется не по количеству пользователей, то есть пользователям может быть сколько угодно, поскольку по факту пользователь здесь один, который обладает соответствующими правами, а лицензируется по количеству инфобаз, из которых можно забирать данные из 1С. Также важным моментом является то, что все версии обладают инкрементальной загрузкой данных. Если вы обратите внимание и пройдете на наш сайт, то в разделе скачивания можно ознакомиться с более подробной документацией к этому решению и также скачать его пробную версию. Здесь мы рекомендуем вам этим воспользоваться. Можно скачать пробную версию, установить ее и самостоятельно попробовать ее с помощью проанализировать те данные, которые находятся в 1С с помощью табло. Мы сегодня посмотрим, как это можно сделать через несколько минут буквально. Та версия, которая доступна для скачивания, имеет ряд ограничений. Точнее, ограничение одно, но может быть в двух вариациях. В первой вариации в автоматическом режиме можно создавать до 25 SQL представлений, причем они будут подобраны случайным образом. Вам это позволит ознакомиться с техникой работы или даже загрузить определенный набор данных и тех 25 представлений, которые появятся. Второй вариант. Вы выбираете вручную 12 определенных связанных таблиц из полного списка того, что доступно в 1С конфигурации. Создаете небольшую модель, либо прототип полноценного решения на основе этих данных. Как правило, этого объема уже достаточно для того, чтобы реализовать полноценный продукт, который будет иметь адекватную аналитику и визуализацию. Как я уже говорил, можно написать вопросы в чат или обратиться в нашу компанию ко мне, либо к моим коллегам. Мы вам подскажем всю необходимую информацию. Продолжение следует... По теоретической части все. Теперь мы можем прийти к демонстрационной части и посмотрим, как работает JV-коннектор. Давайте так и сделаем. Так, смотрите, у нас 1С-сервер находится на удаленном рабочем столе. Его база данных 1С находится в Microsoft SQL сервере. У нас она называется 1С-трейтест. Мы заходим в нее. Давайте посмотрим, как хранятся данные в формате 1С. Заходим в таблицы. Сейчас он загрузит быстренько их. Смотрите, здесь большое количество таблиц с довольно непонятными названиями. И расшифровывать, что здесь как представляет, довольно проблематично. То есть давайте, например, посмотрим какую-нибудь определенную таблицу. Если мы посмотрим на таблицу, то здесь совокупность различных ссылок на другие таблицы в 16-ти речном формате. И это довольно большая проблема, потому что... И, как видите, дата тоже прописана в довольно странном формате. То есть любая эта ссылка, она не обязательно ведет к итоговому значению. Она может ввести к другой такой же ссылке, и этот процесс может повторяться по факту неограниченное количество раз. В этом является основная сложность. Но, как я уже говорил, мы можем расшифровать каждую из этих ссылок, получить реальные значения, которые должны здесь стоять, получить реальные значения и названия данных столбцов и решить данные проблемы. Однако это является нетривиальной задачей. И при первом же обновлении или изменении 1С у нас опять-таки все эти ссылки поменяются, и процесс надо будет начинать заново. Как я уже говорил, поиск соотношения всех этих ссылок на различные поля может занять от недели до месяца, иногда и более. Теперь давайте посмотрим, как выглядит интерфейс AtakabiaView. Мы заходим в него. У меня уже здесь... Я уже подключен к своим пользователям. Давайте посмотрим те поля, которые он имеет под собой. То есть мы можем выбрать версию 1С от 8.1 до 8.3. Используем базу данных, которая используется 1С. Это может быть как MS SQL, так и Postgres. Прописываем вот здесь сервер 1С, то есть его название. Затем мы прописываем сервер SQL, то есть где хранятся данные от 1С. И название инфобазы, которую использует 1С, и ее реальные данные, которые находятся на MS SQL сервере. Как вы видите, 1С, 3 тест. Мы ровно здесь сейчас и находимся. Я вам показывал, как все выглядит. Следующий этап. Мы называем базу данных проекта, которая добавится после этого в одну... Вот в это меню, то есть будет создана дополнительная база данных, которая будет хранить в себе view представления, которыми мы сможем потом использовать. Давайте ее как-нибудь назовем. BI View Webinar. Так, мы можем проверить подключение. Это занимает какое-то время, буквально несколько минут. Он должен сказать, что сейчас все нормально. После этого мы запускаем расчеты. Также хотелось бы сразу уточнить, что существует несколько типов проекта, о которых я рассказывал. Базовый, стандартный и расширенный. Базовый. Он заменяет основную часть ссылок и все названия столбцов. Расширенный, он добавляет, он заменяет те ссылки и поля, которые еще не были заменены в базовом. Как видите, здесь у меня произошла небольшая ошибка. Я после покажу, как можно будет подключиться. Второй, стандартный, позволяет подключиться и заменить полностью все таблицы. То есть, если базовый позволяет заменить только лишь часть вот этих ячеек, то стандартный позволяет заменить все из них. И последний формат – это расширенный. Давайте продемонстрирую. Извиняюсь, немножко ошибся в названии. Первый – базовый, второй – расширенный, третий – модель данных. Но номер не меняется при этом. Расширенный позволяет заменить все вот эти поля, а третий позволяет построить модель данных. То есть, как правило, таблицы связаны между собой различными полями. И при выборе модели данных у нас добавится еще одно поле. Это глубина, по которой мы будем строить эту модель данных. То есть, насколько глубоко будут подключаться таблицы между собой. То есть, если у нас есть таблица продаж по магазинам, то мы можем подключить, и выберем один, то мы можем подключить таблицу, которая будет через номер магазина подкреплять его название в другой таблице. Если мы выберем номер два, то он может еще глубже смотреть и, например, через название магазина уже смотреть его адрес или какую-то другую информацию. Поскольку процесс расчета занимает какое-то время, порядка 20-30 минут, в зависимости от размера, на самом деле, инфобаза, иногда и по часу, то на этом вебинаре я не буду показывать, как это работает. Там просто, на самом деле, нужно нажать кнопку «Расчет» и перейти в интересующую вас базу. Я вам сразу покажу созданные вью-представления. У нас они находятся в базе данных под названием AS BI View Level 1. Это при использовании базового типа проекта. И хранятся в Active Views. Как видите, это все те же самые базы, которые находятся в 1S Trade Test, но с нормальными названиями. То есть, если мы, например, посмотрим какую-нибудь таблицу документы «Авансовый отчет», то мы видим, что некоторые ссылки остались и по ним нам нужно будет подключаться к другим таблицам. Однако у нас есть все нормальные названия столбцов и, скажем, где-то половина тех значений, которые находятся в 1S. То есть, у нас поменялась дата, например, номер у нас есть и еще большое количество створких столбцов. Давайте посмотрим, как на самом деле работает BI View. То есть, мы можем зайти через данное меню и посмотреть, что на самом деле он делает. То есть, он, как видите, берет те таблицы, которые были, заменяет в 1S Trade Test с кодовыми названиями, переименовывает их с помощью функции S и после этого добавляет все в другую таблицу, переименовывает ее и создавая адекватное название. Таким образом, следующий этап – это уже использование BI-инструмента. Как мы это делаем? Мы заходим в какой-нибудь инструмент. В нашем случае мы будем рассматривать табло. Вот. В нашем случае это табло. Мы заходим в него. Это обычное классическое меню. И следующим этапом является подключение к базе данных. Мы выбираем необходимый для нас сервер. Это MSS Call Server. Следующим этапом мы прописываем сервер, который нам необходим. Поскольку я нахожусь сейчас в локальной сети, то мне не нужно будет прописывать необходимые логи на пароль. Поскольку я введен к той базе и могу спокойно к ней подключаться. То есть у нас сервер ClickSense 2016. Мы просто нажимаем кнопку Sign In. И табло мгновенно подключается. Следующим этапом мы можем подключиться к любой необходимой базе данных, каждую из которых вы уже видели в сервер-менеджмент-стонде, в котором я показывал, как все это выглядит. Мы выбираем ту, которую только что смотрели. AS BI View Level 1. Следующий этап. Давайте возьмем какую-нибудь таблицу и подсоединим ее. Прежде всего будем использовать ту таблицу, которую смотрели. Документы, авансовый отчет. Документы, авансовый отчет. Это я покажу чуть позже. Давайте мы будем использовать немножко другую таблицу, который я и планировал показывать. Регистры накопления, заказы поставщикам. На самом деле мы можем использовать поиск, но поскольку у меня нет русской клавиатуры, это будет не очень разумное решение. Вот заказы поставщикам. Мы просто перетаскиваем эту таблицу, и он создает в необходимом формате. Как видите, у нас есть сразу дата, у нас есть необходимые данные, характеристики, у нас есть склад. Давайте мы добавим через функцию LiveJoin номенклатуру и склад. Как видите, здесь у нас просто прописаны коды. Мы сделаем так, чтобы можно было построить какие-то визуализации. На самом деле, вью устроено так, что подобная информация, вроде информация о складах и номенклатуре, лежат в поле справочники. Мы находим справочники номенклатура. Вот здесь она находится. Он отоблок автоматически делает InnerJoin, и на самом деле дело этого не совсем верно, поскольку необходимые поля нам придется немножко поменять. Мы используем номенклатура у нас в регистрах накопления и в справочниках ссылка. Вот, все, здесь мы все потянули. Следующий этап – справочники склады. И мы добавим те названия складов и что они из себя представляют. Давайте так и сделаем. Опять-таки, он автоматически потянул к регистрам накопления, но все дело в том же процессе, поэтому нам нужно заменить. Мы в регистрах накопления будем рассматривать склад, как поле, по которому будет все подсоединяться, а в справочниках мы будем рассматривать ссылка. Так, давайте посмотрим, что получилось. Сейчас ему нужно дать некоторое время. Вот, все потянулось, и проблема в том, что он потянул практически все столбцы, которые находятся в трех таблицах. Их очень большое количество. Давайте мы уберем те, которые нам не нужны, чтобы можно было как-нибудь адекватно работать с данной информацией. Мы заходим в справочники «Номенклатура». Мы оставим только здесь саму номенклатуру. То есть она здесь будет в формате названия. Наименование, то есть мы оставим ее и саму ссылку. Вот, как видите, у нас пока вот здесь все осталось. И давайте оставим ссылку, чтобы на сайте случай мы смогли ее как-нибудь использовать. Вот. Все остальные поля тоже убираем. Аналогично мы должны поступить со складами. Опять-таки оставляем просто склад. И давайте снова ссылку оставим. Склад. Склад опять-таки. Наименование. Наименование. Оставим ссылку. Вот таким образом мы из справочников оставили всего 4-5 столбцов. И, как видите, они все у нас есть и добавлены в конце. Давайте теперь перейдем к формированию визуализаций. Только переименуем как-нибудь... Просто наименование довольно неудобно. Давайте сделаем так. Сначала просто построим... У нас есть поле мера заказана, которое показывает объем заказов для каждого из подразделений. Давайте посмотрим, как распределяется номенклатура... По каждой номенклатуре объем меры заказана. То есть все здесь делается довольно просто. Мы переносим наименование. И он выводит все те поля, которые у нас есть. И аналогично делаем заказанное. Таким образом, у нас сразу построилась барчарт-диаграмма, которая позволяет посмотреть на то, что у нас есть. На самом деле, наверное, было бы удобнее смотреть, если барчарты были бы вертикальные. Поэтому мы просто нажимаем поменять местами название. Название кабель... Ну, на строчке столбцы. Тем не менее, здесь очень большое количество наименований различной номенклатуры. Поэтому было бы логично оставить какую-то часть. Например, топ-5, 10, 20 и подобные форматы. В Tableau это делается очень просто. Мы заходим... Если, поскольку мы будем сет делать именно... Будем делить именно по количеству наименований, то мы заходим на наименование, нажимаем и создаем просто необходимый для нас сет. Сразу же можем использовать топ. Например, пусть остается топ-10 по суммарно заказанному. Давайте его сразу приименуем, чтобы было удобнее. И если мы добавим, то есть мы можем раскрасить, и у нас сразу выводится топ-10 по необходимым данным. Однако не очень удобно именно топ-10 смотреть, потому что, может быть, захочется больше, а может быть и меньше, количество наименований, которые посмотреть. Давайте так и сделаем. Давайте добавим просто параметр, который будет у нас показывать, что мы хотим. Назвем его топ. У нас будет меняться от, скажем, 5 до 50, с шагом 10. Шагом 5. От 5 до 100, с шагом 5. То есть мы должны это изменить снова в сете, чтобы использовать параметр именно в этом сете. Сразу покажем, как выглядит этот параметр. И если мы будем менять, то у нас должен сейчас меняться цвет. Как видите, так и происходит. После этого просто давайте отфильтруем сразу, чтобы у нас было не по цвету, как у данных остается много, а именно то, сколько нам надо. В таком формате это работает. Следующая визуализация. Давайте сначала эту назовем... У меня нет русской клавиатуры, поэтому я буду писать, как это в английском. где, например, будет у нас заказано по наименованию, по номенклатуре. Следующий этап. Это... Давайте посмотрим визуализацию динамики заказано. Пусть у нас она будет, допустим, помесячная. Давайте сразу поставим здесь месяц. И, как видите, у нас довольно не самые качественные данные. Они есть у нас в первой половине 2015 года, а затем начинаются сразу 2016 года. Тем не менее, мы можем с ними работать. Давайте добавим теперь само заказано. Не очень удобно. Давайте использовать, опять-таки, барчарты. И здесь сразу бросается в глаза отсутствие некоторых данных. Но мы можем смотреть там за различные дни, недели. И при желании можно будет увеличить период. Но здесь я поставил его максимально месяц. Давайте... Сам объем заказа нам не очень интересен. Давайте мы будем смотреть его прирост. Причем мы это сделаем таким образом. Мы просто добавляем в QuickTableCalculation разницу от периода к периоду. И он сразу считает то, что нам необходимо. Мы сразу же можем раскрасить в том формате, в котором нам необходимо. Только давайте... Если мы потом собираемся использовать эти данные, мы будем сохранить вот этот показатель, который нам нужен. Называем его просто Difference. И притаскиваем его во вкладку Color. Он здесь сделал динамическую шкалу цвета. И это не очень удобно. Есть большое количество способов изменить цвет. Мы просто пропишем, чтобы было больше или меньше нуля. И таким образом видно, но, конечно, цвет лучше поменять на обратный. Давайте сделаем так. Здесь красный поставим. Мы видим, что, например, с февраля по март изменение в формате заказа было 12 тысяч. Давайте это пропишем. Dynamics of Ordered в таком формате. Следующий, как правило, добавляется, если мы будем строить всего три визуализации, то давайте добавим еще одну подробную статистику в формате таблицы. То есть пусть у нас будет какой-нибудь период, который мы сможем потом переделать при желании. Затем номенклатура. И после этого склад. Очевидно, названия здесь не говорят ни о чем, поэтому их стоит переименовать. И давайте мы так и сделаем. Сейчас только я добавлю объем заказанного. Мы притаскиваем его в текст. И, как видим, сразу есть необходимые результаты. При желании мы можем ширять до кварталов, месяцев и все в таком формате. Потом добавлю, когда уже буду строить полноценную визуализацию. Теперь давайте назовем это таблица. Также я бы хотел еще показать одно из возможностей критериев. Одной из возможностей табло при наведении, например, вот сюда, мы будем видеть более подробную статистику. Давайте так и сделаем. Будем строить какую-нибудь круговую диаграмму, чтобы он делил в зависимости от номенклатуры. А давайте в зависимости от вклада он будет строить необходимую для нас визуализацию. У нас будет пайчарт. У нас будет заказано. Все. Построил, только нам нужно сюда это перенести. Он будет делать так. И пусть, если мы будем использовать склад, как видите, он показывает сразу необходимую информацию. Давайте сделаем побольше, чтобы можно было увидеть. И пусть он будет прописывать доля для каждого из них. Сделаем просто, опять-таки, быстрый расчет, процент от всего. И добавим необходимую информацию. И даже можно наименование еще прописывать. Вот. Теперь назовем его сразу пайчарт. И теперь самое интересное, добавляем вот здесь. Мы заходим в tooltip. Нам, на самом деле, не очень интересно, больше или меньше нуля. Просто пусть остается разница и период, который мы рассматриваем. И он показывает, что, например, там, выведение 2015 года, хоть и пало, но там используется 100% этого делать. И это пересчитывается все для каждой отдельной строчки. Теперь давайте сделаем дашборд. Мы сразу выберем формат floating, чтобы можно было динамически менять размер. Добавим сюда. Растянем. Пусть у нас топ остается именно здесь. Давайте сразу выберем название, а наименование... И он должен сам построить то, как ему необходимо. Давайте сделаем поменьше, чтобы у нас была возможность поместить весь дашборд, еще для визуализации, в наш дашборд. Давайте так и сделаем. Добавим сразу же динамику сюда. Нам не обязательно вот этот. Здесь в самом и так видно, но мы можем убрать название периода, потому что это довольно неудобно. И мы можем внутри него как раз-таки делать то, что нам необходимо. Также мне хотелось бы добавить таблицу, которая будет подавать подробную статистику. Она, поскольку не подходит под весь формат, давайте настроим, чтобы она заполняла все предоставленное ей место. Так, здесь она сделала так. Давайте мы сделаем просто по ширине. Чтобы можно было этим нормально пользоваться. Здесь аналогично можно поставить. Вот. Теперь на это можно смотреть. Берем это название. И при желании можно как раз-таки добавлять, расширивать, использовать иерархию. В целом, здесь прирост, мне кажется, понятно. Это мы можем убрать. Теперь самое интересное. Мы должны добавить либо какие-нибудь фильтры, либо сделать так, чтобы мы могли внутри каждого абберрирусации использовать ее как фильтр. Давайте так и сделаем. Мы просто ставим usesFilter. UsesFilter. И аналогично можно... Ну, таблицу, на самом деле, не обязательно так делать. То есть, например, если мы выбираем топ. То есть, топ распространяется исключительно на данную визуализацию. Но, например, при выборе этого, у нас пересчитывается то, что нам необходимо. Тема книги, при наведении показывается, по каким складам это все распределяется. Ну, на самом деле, можно поработать с различным форматом. Давайте можем добавить какой-нибудь еще фильтр. Пусть у нас будет наименование. У нас сделаем его каким-нибудь... Он будет пересчитывать так, как нам необходимо. Ну, здесь лучше выбрать Multiple List. И мы можем выбрать там какое-то количество для расчета. Ну, в целом, настройкой можно заниматься сколько угодно времени. Поэтому давайте я отвечу на ваши вопросы, если они у вас появились. Сейчас я перейду в чат. Давайте сначала не совсем по порядку отвечу, а скажем так по сложности. Андрей спросил, можем ли мы извлекать данные больше, чем из одной информационной базы. Да, я-то рассказывал про то, когда рассказывал про стоимость данного решения. И, грубо говоря, количество баз масштабируется на их стоимость. У нас будет 62, если только одна. 124, если до 4, включительно инфобаз. И если больше 4, то 250. Ну, 248. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Каким образом синхронизируются справочники, если берем несколько баз 1С? В данном случае у нас каждая база синхронизируется отдельно. И после этого, если они ссылаются между собой, BI-View улавливает эту связь. И в зависимости уже от режима, от выбранного типа проекта, то есть будь то базовый, расширенный для модель данных, он уже будет либо автоматически строить связь между ними, либо это сделать придется вам. Ну, это уже скорее будет вопрос архитектуры или конкретного архитектурного решения. Есть ли в табло режим стрима данных, близкий к real-time? Что-то вроде в Direct Query. Да, в табло есть такой режим, называется Live. При изменении данных определенного вида, то есть, например, в SQL Server, у нас автоматически передается информация к табло. Как правило, мы используем в данном случае табло-сервер для более стабильной работы. И они автоматически изменяются на дашборде. Но это надо настраивать, конечно, при необходимости и делать все в правильном формате. Вопрос от Анны. В базовой версии можно ли по очереди извлекать информацию из разных баз? Такой вопрос. Вы имеете в виду базовую версию BI View или базовый тип проекта? Если первый случай, то у нас как бы одна база, и у вас выбор не особо большой по их количеству. А если тип проекта, то там не все будет потянуто между собой, и часть работы придется сделать вручную. Мы, как правило, клиентам рекомендуем использовать расширенный тип проекта, поскольку с ним намного проще работать, и он позволяет достичь максимального соотношения гибкости и качества работы. Ну, как я вижу, уже вопросов нет, но все было отвечено. Поэтому всем спасибо за внимание, всем спасибо, что присоединились к данному вебинару. Если у вас появятся какие-то вопросы в дальнейшем, вы можете написать их моим коллегам, либо мне, и мы с удовольствием на них ответим. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ